Весь район, указанный вот этот поселок Западный, он находится практически полностью в аварийном состоянии. Если и есть двухэтажные дома, да, примерно 40-х годов постройки, признанные неаварийными, то по факту они таковыми являются, просто жители пока еще не провели процедуру по признанию данных объектов аварийными. В основном, да, состояние домов очень плохое, то есть износ у многих более 66%, да, это вот нижнего порога для признания аварийного. А то достигает и 70-75%. Что в таком случае людям делать? Ну, во-первых, нужно не сидеть на месте, не ждать, когда придет 25-й, 30-й год, когда жилой дом их там может рухнуть, а рухнуть он может в любой момент. Это кажется с виду, что сегодня он нормальный, а вот как мы видим в случае с 51-м домом, он долгое время оказался более-менее в нормальном дивизиенском состоянии, а брошей может произойти в любой момент. То есть, действительно, угрозу жизни и наличия может установить только профессиональный эксперт-строитель. То есть, на глаз это не видно, поэтому любой дом может обрушиться. Но, во-первых, к этому нужно быть готовым. Всегда жителям таких домов нужно на готове при себе иметь телефоны экстренных служб. Это обязательно в случае обрушения звонить сразу же немедленно по телефону 112. Если в дальнейшем здесь не принимается никаких мер, экстренные службы не выезжают, необходимо звонить на телефон доверия МЧС России, федеральный. Его можно найти в любых поисковиках, это московский номер. Там тоже находятся круглосуточные специалисты, можно оставить жалобу. И обычно это очень эффективно работает, и сразу же немедленно в место выезжают все необходимые спецслужбы. То есть, в дальнейшем, естественно, необходимо добиваться, чтобы предоставляли нормальное жилье. Потому что то, что сейчас предлагаются условия, переезжать в маневренный фонд, снимать, брать наим, то есть, это все невозможно, ну, нереально практически. Маневренный фонд у нас единичный в плохом состоянии. А съем жилья, ну, извините меня, сейчас все подорожало. И ту сумму, которую они выделяют, ну, можно лишь частично. А не каждый имеет возможности. Даже суды очень часто это во внимание не принимают, вот эти моменты. А людям, аварийщикам, что нужно делать? В суд подавать? Конечно, им нужно обращаться в суд, в судебном порядке, подавать, то есть, жалобу. Причем люди, которые относятся к льготным категориям, такие как пенсионеры, инвалиды, ветераны, воин, да, и великоотечественные, локальных, то есть, чернобыльцы, многодетные семьи и другие льготные категории, имеют право обратиться в прокуратуру города Барнаула с письменным заявлением, где в порядке статьи 45 Гражданско-процессуальный кодекс, это важно сослаться именно на эту статью, их права могут быть защищены. Это что касается собственников жилых помещений. Что касается нанимателей, то вне зависимости от возраста, вне зависимости от льготной категории, права нанимателей имеют право защищать прокурор. То есть, опять же, необходимо обратиться будет с заявлением в прокуратуру города Барнаула, и прокуратура, проведя проверку, направит исковое заявление в суд, и в течение полугода, может быть, восьми месяцев это все решится, то есть, и дальше будет решение исполняться. Скажу, что решения действительно исполняются, да, на это решение вопрос уходит, ну, до года бывает, но, понимаете, это лучше, чем ожидать пяти-семи лет. Вот, если люди, как бы, боятся за свою жизнь, за свое здоровье, они должны добиваться, в первую очередь, защищать свои права, да, путем подачи иска в суд через, при поддержке прокуратуры, льготные категории и все наниматели. А кроме того, пока они там живут, потому что их в одночасье, да, они расселят, нужно обращаться обязательно в жилищную инспекцию, в прокуратуру, если там какие-то антисанитарные создаются условия, да, плесень, те же тараканы, это очень часто, да, следы замачивания, обращаться в Роспотребнадзор, они будут брать пробы. То есть, это все нужно делать. А если дом вообще не признан аварийным, то нужно озаботиться, если состояние конструкции уже угрожает, есть деформации, трещины, нужно озаботиться признанием. Потому что, если он неожиданно рухнет и не будет признан, я не знаю, что будут делать потом люди, предоставят ли им другие помещения. Спасибо.